Всем добрый день, дорогие друзья! Это видео начинается с того, что девочки днём вышли на улицу покататься. Тут ещё мои цветы стоят. Там катались Катя, Маша, Окся. Потому что у них два дня дистанционки. Я им сказала, прежде чем за уроки садиться, он на ней вам передает привет, машет. Я им сказала покататься на улице, если хотите, погуляйте, а потом будете уже за уроки садиться. И днём потом ничего не снимала, потому что у меня телефон отобрали уроки делать. У нас потому что компьютеров и телефонов не хватает. Поэтому вот такие вот у нас дела. А у нас морозы на улице минус 30. Сегодня у нас уже вторник и минус 30 градусов. Пишите, какая у вас погода, мне будет очень интересно. Так, дорогие друзья, сегодня я поставила тесто. Вот такое вот пышненькое. Будем делать пирожки с капустой. Я вчера нашёл, но это не вся капуста, просто процеживаю её, чтобы мне это влажное не было. И вот такое вот тесто. Сейчас будем с вами заниматься, стряпать пирожки. Так что, как-то так. Стол уже подготовила, уже промыла, протёрла. Всё тщательно. Клеёнку надо поменять. Уже опять обшаркалась вся клеёнка. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Так, решила я сегодня часть пирожков пожарить, а часть пирожков выпекать. У меня первая партия уже в духовке. И вот жарю пирожки еще на сковородке. Одна сторона лучше жарить, чем другая, поэтому вот так вот. Напишите, что вы готовите. Так, ребята, я все жарю, жарю пирожки. Я их всегда с четырех сторон обжариваю, мне так нравится. А часть выпекаю в духовке. Поэтому у меня получатся немножко разные. Вот уже сколько нажарила. Вторую партию уже поставила выпекать в духовке. Сейчас покажу, какие печеные получились. Вот такие вот получились печеные. Тут я еще делаю заготовки. Тут у меня тесто, начинка. Так что сегодня только чисто с капустой будет. А завтра будем с рисом и яйцом делать. Видите, ребята, окно открыто. Какой дым идет. Не дым, а пар. Холодный. Егор подкинул мне печку. У меня получается пирожки. Сейчас вот так вот некоторые не успеваешь повернуть. И некоторые, ну ничего страшного, подгорела и сама съем. Да, я до Светку подгорела. Хотя я не ем. Да, Светку руки делает. А я все уже дожариваю. Последние пирожки. Вторая партия в духовке запекается. Получается, жареных будет больше, чем запеченных. Да, Егор сказал, жареные вкуснее, чем запеченные. Так, все, пирожки поджарила. Тут у меня получилось так, что Егорка много дров накидал в печку, пока я жарила. И чуть-чуть подгорели. Но ничего, папа съест. Запекла две партии. Поэтому вот так вот все. Тут капуста осталась. Она сказала, мама, я доем. Поэтому вот такие вот. Егора, ты пирожок пробовал вкусный? Да. Да. А завтра будем варить с рисом и яйцом. Рис я отварила. Яйцо я тоже уже отварила. Оно остывает. И завтра будем еще жарить пирожки с рисом и яйцом. Сегодня теста хватило. На это даже начинка еще осталась. Так что, если вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Ну, а мы пойдем с Оксаной уроки делать. Знаете, чем занимаюсь? Вот кто чем я пытаюсь, обложку пыталась сделать для канала. У меня появилась новая обложка на канале. Раз в десять, да, наверное, я переделывала ее. Что только, вот не получается хоть отрез. Не влазят у меня все. Сейчас вроде сделала, вроде все влезли. И папа нет. Ну, папа нет. Ну, ничего, без папы обойдемся. А так все детки, и я влезла на канал. Слава Богу, сделала. Напишите, вам понравилась обложка от самого канала или нет. Или мне еще постараться поучиться, поделать. Маш, не скрипи дверью, пожалуйста. Так что, вот такие вот дела. И решила один пирожок съесть. Так-то, по идее, не ем их что-то это. А я где-то пять не ем. Так ешьте на здоровье. Мама же для вас жарит. А ты печеные ела или жареные? Жареные. Жареные? А печеные что никто не ест? Не хотят печеные всех или жареные. Маме говорят, мама, а ты зачем все есть? Пекла, надо было пожарить еще. А, да, ребят. Так, я сегодня ночью завершила. Та-дамс. И у меня получится теперь два лебедя и сердечко. И меня спрашивают, Настя, скоро 6 тысяч подписчиков. Что ты планируешь разыграть? Я вообще думала разыграть такое, как наподобие сюрприз бокса. Туда купить то, что я считаю нужным. Хотела по вишерской тематике купить магнитики там какие-нибудь. Что-нибудь с вишерской тематикой. И разыграть среди подписчиков такое это. Сюрприз бокс. Вы не будете знать, что там. Только будем знать мы, что там. Там также положат своих, может быть, какие-нибудь поделочки, детки. Может быть, я что-нибудь из вышивки положила. А ты прям подпишешь. Ну, короче, что-нибудь такое. Да. И на 6 тысяч подписчиков мы его разыграем. Мы уже так решили, да, Машенька? Ты подпишешь кого-то? Ну, если ты будешь что-то, поделку какую-то делать, конечно, мы так и напишем, что это от Маши. Ты хочешь поделку сделать? Хочешь поделку сделать. Маша хочет поделку сделать. И Оксана поделку сделать. Ну, значит, ждите поделки. И плюс я еще куплю магнитики. Вся-то такое с вишерской тематикой. Так что, как-то вот так. Ладно, дорогие друзья, я сейчас доделаю остатки обложки канала. На как-то заняться доделать, потому что платить кому-то мне неохота. Поэтому стараюсь научиться сама делать. Да, я в этом вообще никак не понимаю. Ну, ничего страшного. Ваня, не кричи. Я постараюсь. Постараюсь. Ну, в принципе, неплохо смотрится. Сейчас я вам даже покажу. Видите, как получилось? У меня все влезли сюда, в эту обложку. Вообще, мне кажется, по сути классно. Напишите, пожалуйста, как вам. Буду очень благодарна. Вот такой вот, ребята, был сегодня влог. Да, совсем немного поснимала. Я знаю, что вы мне скажете. Поэтому, если не понравилось, то так и пишите, не понравилось. Я сейчас уже, знаете, стала реагировать так, что не очень-то реагирую. Всегда будь только на позитиве. Кто-то мне из подписчиков моих недавно написал. Всегда будь с улыбкой и будет тогда у тебя счастье. Поэтому я постараюсь всегда быть с улыбкой, буду всегда счастливой. И да, многие, ну не многие, но некоторые мне написали, как это, после того, как я показала. Я поняла, что вот когда я на улицу выхожу в маске, да, вот эта вот часть вот у меня вся. И лоб вот эта вот часть, то, что открыто. Это, видать, у меня аллергия. Видите, сегодня опять. Но я пришла, намазала кремом сразу же. И видите, как оно у меня. Скорее всего, это аллергия просто, да, вся. Поэтому спасибо всем за ваши советы. Детский крем обязательно куплю. Пока простым кремом мажусь. Поэтому детский крем обязательно куплю для лица. И буду имазаться. Потому что, ну вот, тоналку нынче, по идее, если я заказала, у меня есть тоналка. Но обмазку все равно она вся вытрется. Смысл тогда тоналкой мазаться? Сейчас, знаете, многие скажут, отмазки есть плюс, то, что на косметике экономишь. Помадой не надо краситься, тоналку намажешься, все равно она останется на этой намазке. Поэтому можно и тоналкой не мазаться. Ладно, ребята, вот такой вот день. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. На завтра. Завтра ребята опять дома. Гулять. Ну, вы-то гулять пойдете. Они сегодня гуляли. Я вам в начале видеоролика вставила. Это уже. Завтра будем стряпать пирожки с рисом, луком и яйцом. Да, Маша? Так что вот так. Ну, наверное, еще и сердечки наделаем. Не хотите сердечки сахарные? Хотите, Маша срока. Маша согласна. Ладно, дорогие друзья, всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего-всего самого хорошего, что все ваши мечты сбылись. Оставайтесь с нами. Всем говорю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok